Подсчитал по 23 по 8, да? Это в центре Одессы, на Дерибасовской, где на ярмарке будет? Возле зеленого здания. Там будет отдельно построено... Да, павильон 10 на 15. Так, все сейчас об этом будете рассказывать. Так, 30. Если хотите, можете одевать наушники, хотите не одевайте. Интересно, что там. А, ну тогда одевайте. Ну что, как и обещал, к нам в гости пришли люди, которые несут добро в массы. И делают это, глядя в глаза таким людям. Я всегда улыбаюсь, потому что сам люблю делать добро. У нас в гостях Денис Сердеченко и Наталья Терехова. Доброе утро. Доброе утро. Вы не спите в такую рань. Многие одесситы любят поспать. Но добрые дела, как известно, нужно делать с самого утра. Что касается добрых дел, пройдет рождественская резиденция добра. Которая пройдет с 23 декабря на улицах нашего города, на Дерибасовской, в самом центре рождественской Одессы. Я несколько предложений почитал. Ну, я понимаю, что лучше посетить один раз, чем сто раз об этом услышать или рассказывать. Я думаю, что вы об этом много чего рассказывали. Начнем, наверное, с Дениса. Расскажите, как зародилась такая идея и первый ли раз это проходит у нас в городе? Действительно, это впервые в Одессе. Именно такое мероприятие. Чем оно отличается от прошлых годов? То, что на Дерибасовской, прямо в центре города, напротив горсада, мы установим огромный павильон. Это 10 метров на 15, где люди смогут принести какие-то вещи, также свою благотворительность для того, чтобы мы могли помочь бедным людям. То есть, это с 10 утра до 10 вечера постоянно работающий такой павильон добра, оазис благотворительности в городе Одессе. Там будут представлены несколько благотворительных акций. Это «Собери подарок сироте». Да, я об этом читал. Это можно будет собрать подарок. Это каждый может внести свой маленький вклад в этот подарочек к одному ребенку, который ждет рождественского чуда. Да. Чем уникальный этот проект? То, что мы, как одесситы, заняли первое место из 744 акций по Украине. Первое место. То есть, это в прошлом году участвовали в таком, скажем так, соревновании добра. И мы заняли первое место, мы собрали 4000 подарков детям. Чем уникально, это не просто мы пошли, что-то купили. Мы поехали в интернат, также в приют, поговорили с детьми, узнали, о чем они мечтают, желают и выполнили их желания. Это правильный подход, потому что очень сложно взрослым понять то, чем живут сейчас нынешняя молодежь и что хотят дети. Смотрите, Наталья, перейдем к вам. Вам, ну, как девушке, как матери, естественно, ближе этот проект. Скажите, как давно вы занялись этими добрыми делами и как давно вы в этом проекте? Этому проекту 5 лет. Вот шестой год в этом году. И видим отклик одесситов, он просто невероятный. Ежедневно, вот с самого утра уже сегодня у нас и звонки, и письма в соцсетях. Друзья, мы готовы, наша компания готова. Что нужно, говорите, куда везти, что привозить, как формировать подарки. И прямо сегодня последний выезд в Кодуму, одной из групп наших волонтерских, для того, чтобы взять еще желания детей. Итого у нас, получается, более тысячи именных подарков будет и три тысячи общих подарков. Общие подарки вообще легко делать. Можно вместе со своим ребенком взять обувную коробку, упаковать туда, на ваш взгляд, то, что могло бы порадовать ребенка. Это констовары, предметы гигиены, белье, возможно, шапочка, перчатки, игрушка обязательно, сладости. Упаковав это красиво, вы передаете в резиденцию добра. А от нас обязательный отчет о том, как ребенок получил именно этот ваш подарок. Это будет фотоотчет? Да. Как каждый год мы выкладываем дарители, потом находят своего ребенка в этом свитере или с этой игрушкой в руках. И, конечно же, с улыбкой на глазах и верой в чудеса. Три проекта будут объединены. Это «Добрый гость», «Вторая жизнь ваших вещей» и «Собери подарок сироте». «Добрый гость». Это очень просто. На самом-то деле быть добрым действительно очень просто. Хотите подарить и порадовать одиноких пожилых людей, приносите в гостинцы. Их передадут бабушкам и дедушкам, которые очень нуждаются во внимании и рождественском настроении. То есть это будут не только дети, но и взрослые и старшие поколения. Радуемся тому, что благодаря Одесситам такой синергии тоже в соцсетях. Анатолий Ковун там пишет на своей странице очередные сборы, люди скидываются деньгами. Делаем большую закупку и таким образом разносим индивидуально по домам 300 пакетов продуктовых в месяц. Работаем с соцслужбами. Бабушки, дедушки очень благодарны. И передаю привет и благодарны всем, кто нас сейчас слушает и кто в этом задействован, участвует. Но к Новому году мы решили сделать особые подарки с ассоциациями на праздники, которые привыкли наши пожилые люди в течение всей своей жизни переживать. Поэтому будет обязательно набор на оливье, мандарины, конфеты. То есть то, что приходится на столе. Обязательные атрибуты Рождества и Нового года. Да, вопрос у меня, наверное, к Денису по поводу, напомню, что это все можно будет сделать на улицах нашего города. Называется Рождественская резиденция добра. Добро можно будет дарить и нужно дарить круглый год, но с 28... 23. А, 23, прошу прощения, с 23 по 8 января именно в эти праздники можно будет порадовать кого-то подарком. Ну и, конечно же, себя плюс к карме и хорошее дело зря не проходит. С 10 до 10 утра кто будет, как это все будет происходить? Там будут волонтеры, куда приносить вещи? В первую очередь есть еще акция по поводу вторая жизнь вашим вещам. Можно теплые вещи принести в резиденцию добра. И таким способом мы передадим людям, которые не имеют теплых вещей, ну, на эту зиму. Что касается самой резиденции. Там не только будет сбор вот этих благотворительных вещей, которые мы озвучили. Там будет также и возможность детям пообщаться. Обязательно мы обещаем каждому дарителю кофе, чашку кофе, пообщаться. Может быть, рассказать карту благотворительности города Одессы, потому что Одесса всегда славится благотворительностью. Также там будут мастер-классы для детей наших. Я знаю, будет оформлена фотозона большая для всей семьи. Можно будет прийти всей семьей, сделать фотографию в семей. В таком винтажном стиле 30-х годов. В винтажном, да, 30-х, 20-х годов. Почему именно такой стиль вы решили выбрать? Выбрали этот стиль для героя основного. Это добрый саморянин, который будет встречать там людей. Это такой уникальный мультяшный человечек. И он есть реальный прототип его, реальный персонаж. Вы его увидите там, а также его помощники. Именно в эти годы в Одессе был всплеск благотворительности. Мы хотим вот эти истоки поднять, исторические. Поэтому думаем, что каждой семье будет приятно окунуться в эту атмосферу, а мы создадим ее. Что будет вообще на протяжении этих дней? Будет мастер-класс, вы говорили. Будут проводиться тематические встречи с талантливыми одесситами. Что еще будет? Также мы объявляем такую акцию, благотворительную акцию ООН, где творческие люди могут дать на продажу свое искусство, может быть, картину, может быть, что-то не пошили, сделали. То есть, что-то сделано своими руками. Своими руками, да. И мы там будем продавать, и деньги пойдут на бензин, на соляру, для того, чтобы эти подарки впоследствии до 15 февраля развести детям по интернатам-приютам. Кстати, в какие интернаты и приюты будут отправлены те подарки и все, что будет собрано на этой ярмарке добра? Это интернаты и приюты Одесской области. В Одессе мы видим, что ситуация лучше, детки более обеспечены. Больше помогают одесситам, а вот область осталась как-то незадействована. К сожалению, чем дальше от города, тем сложнее с этим, поэтому взяли такие самые-самые дальние точки и Котовск, Кодыма, Котовск, Жовтынь, Лиманская, Троицкая и так далее. Сюда поближе, самые близкие к нам, это Каролина Бугас. То есть и в том направлении тоже, тоже будут дети, одарены подарками и тем, что будет собрано с 23 декабря по 8 января на Дерибасовской, возле горсада будет построено большой павильон. Там будет это крытое? Да, это крытое, теплое, Роман Топилов устанавливает. Мы с ними не один год работаем, знаем, что всегда они делают очень качественно. И чем уникально, тем, что разложим коврики, дети прямо там будут играть, для них такая будет тоже зона уютная, удобная, чтобы родители пока пообщаются. Вечерами будет выступать талантливая молодежь города Одессы. Это рождественские песни, хоровые такие. Смысловые, как бы новогодние рождественские песни. А также будут мультики для детей, мы там сделаем вам пупкорн, они будут сидеть, как такой сеанс будет, видео. Вы так это рассказываете, мне прямо уже захотелось немножечко впасть в детство и тоже прийти и еще окунуться в тот... Профессии детям мы еще не дорасскали, да? Да, еще да. Будет такое, каждый день, начиная с 26 до Нового года, каждый день будет поощрение, можно так сказать, одной из профессий. То есть дети будут дарить подарки представителям профессии, например, пожарникам, полиции, врачу, повару. У нас там ряд профессий запланированных, будем приглашать их представителей с атрибутами, с техникой. Если это МЧС, то машина МЧС будет рядом стоять, дети смогут зайти в эту машину. Не один год мы в такой концепции работаем с ними, поэтому хотим, чтобы популяризировать эти профессии. И наши детки, они привыкали к тому, что это наши герои. Мы изменим немножко концепт, не просто они придут, расскажут, что они делают. Мы хотим, чтобы дети все-таки поблагодарили их за работу, а действительно они делают большую работу, чтобы... Ну вот как за границей, если там говорят полиция, то дети должны бежать полицейскому, то есть спасаться. А у нас милиция, дядя полицейский заберет тебя, знаете? Нет, это не страшно. Ну это, скажем так, один из способов как-то приструнить непослушного ребенка. Иногда даже действующий, но это иногда. Так, ну напомню, что рождественская резиденция добра будет с 23 декабря по 8 января на улицах нашего города, прямо на Дерибасовской, на самой главной улице, можно будет прийти и поделиться своим добром. Как известно, одесситы этим славятся. Ну, а я напомню, что у нас в гостях руководители и инициаторы этого проекта Денис Сердиченко и Наталья Тельхова. Сколько в команде ваших, в вашей команде людей? Потому что я так понимаю, что все это осуществить, и нужен большой коллектив. Сколько сейчас таких людей? Ну, таких активных волонтеров нашего фонда, где-то 600, вот, а таких людей, которые, ну, помогают коственно, ну, еще и больше. У нас есть много партнеров различных благотворительных организаций, также других организаций. То есть мы рады, что можем объединять одесситов в добре, и это действительно уникальный проект. Это действительно так, потому что такого еще у нас в Одессе не было, было, но не такой масштабности, мне кажется. И эти новогодние праздники помогут людям увидеть, что добро делать очень легко и просто. А те, кто, кому будут, будут собирать и подарки, и будут собирать теплые вещи, и будут, ну, в общем, то тепло и ту радость, которую будут передавать с этими подарками, они ощутят на себе и будут, и почувствуют настоящую рождественскую сказку. Друзья, я напоминаю, что вы можете поприсутствовать и можете сделать это с 23 декабря по 8 января на Дерибасовской. Вас там будут ждать, и кто вообще, кто приходит, кого ожидаетесь, какой наплыв людей? Хотелось бы немного дополнить, что пункты сбора этих подарков уже открыты. А, уже есть, уже можно это делать. Пункты сбора – это сквер Георгия Гамова, 3, и Троицкая, 34. Резиденция добра начнется с 23-го, мы знаем, что в эти предпраздничные дни у людей много дел своих есть, поэтому мы предлагаем начинать уже заранее собирать, покупать подарки и приносить их нам, для того, чтобы вся логистика была правильно настроена. Есть нюанс, что подарки мы должны собрать до 30 декабря. Как настоящий Дед Мороз, когда веки до канун Нового года. Там надо нам сделать, проанализировать, что есть, что нет. Если, например, не принесли ребенку подарки, мы делаем экстренный альбом в Фейсбуке и выставляем его для того, чтобы каждый ребенок все-таки получил подарок. А что сейчас дети желают? Чего хотят дети? Приятные, из таких оригинальных приятных подарков мальчик попросил гитару. Он говорит, там у него была возможность заказать 4 подарка, от 1 до 4 детям предлагаем. Он говорит, можно мне один, он дорогой, не знаю, можно ли, мялся-мялся, гитару сказал. Ну, записали, будем искать дарителя. Девочка попросила платье-вышиванку, это из такого вот интересного, трогательного. Из набора крестовых отверток, ну вот такие, да, художественные наборы. Он хочет делать мебель, вот ремонтирует там в этом интернате. Это из того, что нас мотивирует. Из того, что нас демотивирует, когда мы видим, ребенок просит туалетную бумагу и моющее средство, и буквально через одного ребенка мы понимаем, что в этом интернате, например, очень туго с этим. И это такие, ну, страшные моменты, над которыми мы тоже работаем. Да, это, конечно, очень печально слышать от ребенка, что в новогоднюю ночь он действительно хочет кусок мыла, а не какую-нибудь игрушку или развивающий инструмент, даже тоже взять гитару. Конечно, понимаешь, что нужно почаще заглядывать в такие заведения и расспрашивать, чего хотят. Напомню, это три проекта, которые будут умещены под одной крышей. Это «Добрый гость», «Вторая жизнь ваших вещей» и «Собери подарок сироте». Именно эти три проекта будут дарить радость тем нуждающимся людям. Вот, как, например, узнать, чего хочет ребенок в этом проекте? Например, кто-то хотел гитару, у кого-то гитара лежит дома, пылится где-то в подвале, и он мог бы этой гитарой порадовать человека. Куда ему обращаться? На странице Анатолия Ковуна или же на странице благотворительного фонда «Добрый самирянин» или социальная платформа «Доброе дело». Размещаются альбомы, активность очень большая, буквально за первую ночь 400 перепостов этой публикации. То есть детей разбирают быстрее их желания, чем мы успеваем их публиковать. И это очень-очень классно. Спасибо вам, Одесситы, что вы просто невероятны. Это очень здорово, что находятся люди, которые при помощи интернета могут так быстро законнектиться и подарить вторую жизнь своей старой вещи, которая лежит без надобности. А кому-то бы она могла принести очень большую радость. Так, друзья, что-то я еще какой-то такой вопрос хотел задать по поводу... Да, Ильдей, что-то дополнить. Да, да, дополню, что возле Рождественской резиденции «Добра» будет установлен прекрасный, красивый рождественский классический вертеп, который в прошлом году мы устанавливали на Дерибасовской, в этом году он будет на сцене. Сцена будет сразу возле Рождественской резиденции «Добра», и мы приглашаем тоже талантливых одесситов, которые видят себя на этой сцене, готовые представить свой талант в Одессе, обратиться к нам. Также в благотворительный фонд «Добра самаря» мы включим вас в программу. Также будет уникальная елка, пятиметровая, возле вертепа. На ней будет фото деток с того года с подарками, которые вы подарили им. Круто, круто. Можно будет все это увидеть с 23 декабря по 8 января. Приходите всей семьей. Действительно, центр Одессы будет, мне кажется, светиться от улыбок тех людей, которые будут посещать это мероприятие под названием «Рождественская резиденция «Добра». Спасибо вам огромное. У нас в гостях были идейные вдохновители и те, кто стоит у руля этого прекрасного дела, Денис и Наталья. Спасибо вам большое. Всего доброго. Мы обязательно придем. Ждем. Всего доброго. Пока-пока.